Приветствую вас, Анастасия. Я думаю, что вы назвали парня своего друга юным, но, к сожалению, вы ведёте себя сами очень сильно, как юные. То есть вы пытаетесь спасти человека от него самого, вы заняли позицию спасителя здесь. Вот, в психологии, в теории психологии эта позиция означает, ну вот, психология такое понятие, как треугольник Картмана, и в этом треугольнике Картмана вы занимаетесь роль спасителя, к сожалению. Вот, и эта роль спасителя, она вас на самом деле очень сильно сяготит и делает аутсайдером в отношениях с мужчиной, потому что, по сути, у него появилась ещё одна мама, по сути, у него есть одна мама, это его родная мама, у него есть эта женщина, вот, и у него есть теперь ещё и вы. Ну, теперь ещё и вы есть у него. Вот. А я, честно говоря, думаю, что это очень деструктивная позиция, потому что ему нужна не мама, а ему нужна... помощь специалиста, если у него действительно проблема, если у него действительно есть, вот, трудности с отношениями, да, трудности, зависимости, что у него есть. И, соответственно, это вот то, что нужно исследовать. Вот, вы его никак не спасёте. Вы никак ему не сможете помочь, потому что это его жизнь, и даже если он вам расскажет что-то, даже если вы ему что-то расскажете, всё равно ничего хорошего из этого не получится, ничего хорошего. за этого не выйдет. Вот. У мужчины любовная связь зависит. Вот. Поэтому, какой бы текст вы ни написали, какой бы текст вы не рассказали бы, что бы вы ни рассказали, вот, ничего это не изменит. И я сейчас не говорю это с точки зрения негатива, а я сейчас это говорил исключительно только с точки зрения желания вам помочь, например. Вот. Кроме того, у психологов существует такая практика, что мы не консультируем третьих лиц, да, то есть, получается, помощь нужна не вам конкретно, а ему, вот, а он за помощь к нам не обратился, поэтому мы помочь ему не можем. А с точки зрения, вот именно с точки зрения психотерапии, да, профессиональной психотерапии, можно сказать, что внушает некоторое опасение, то, что вы хотите ему помочь. Вот. Причём настолько, что даже вот вставляете сценарий, вставляете текст, чтобы ему помочь. Вот. Это, на мой взгляд, весьма тревожный факт. Если он вам как брат, если вы видите в нём, вот, действительно родственную душу, то вам нужно поддержать его в его решении, каким бы это решение не было, вот, и быть с ним рядом на всех, ну, на всём пути, на всём пути следования этому решению, вот, чтобы он увидел, что вы готовы признать любую его позицию, любую его точку зрения, вот. И только вот тогда, может быть, что-то получится. Матер, это сейчас он, то есть до вас, до вас, он был один. Он был один, условно говоря, ну, со своей бедой. Он был один. Сейчас он не один, у него есть вы. Это отлично, это замечательно, это прекрасно и великолепно, что у него есть вы. И очень важно, чтобы вы стали ему именно другом, чтобы вы не стали ему, как вот я уже сказал, да, чтобы вы не стали ему ещё одной мамой, потому что у него уже есть три, у него будут три мамы, вот. Вот это можно сделать, если вы действительно хотите ему помочь. Но, опять же, по той же теории психотерапии, да, можно сказать, что человек практически никогда не оказывается в позиции спасителя, в какой оказались вы, просто так. То есть, если человек оказался в роли спасителя, значит, у этого есть какое-то основание. То есть, тут связаться с зависимостью, например, ну, например, это зависимость, допустим, с вашей стороны, по отношению к этому человеку, она имеет место быть. И, соответственно, нужно определиться с этим. Почему вы хотите им помочь, почему вы так хотите его вытащить из этих отношений. Не может ли быть такого, что он вам всё же нравится, но вы отказываетесь, например, это принимать, или боитесь, боитесь признаться себе в том, что он вам нравится, что он нравится не только как брат, да, но и как, собственно, мужчина тоже. Вот. Лучше, конечно, будет, если вы в этом себе признаетесь сами. Вот. Это решит многие проблемы. Ну, это решило бы многие проблемы. Вот. Про треугольник Карпмана вы можете почитать в интернете самостоятельно. Вот. Там это есть. Ну, есть эта история. И увидеть в нём, в этом треугольнике Карпмана себя и себя как жертву. Вот. В целом, сама, ну, сама пацановская вопроса, вот это вот, что там, чтобы у него допытывали, что хотели узнать его тайну и так далее, и так далее, в обмен на свою тайну. Ну, мне кажется, это скорее показатель больше незрелых отношений, чем незрелых, как мне видится, к сожалению. Вот. Поэтому я и хотел у вас спросить, почему вы, ну, его назвали незрелым, да? Почему вы назвали незрелым, если он, как бы, ну, то есть он выглядит здесь, скажем так, более серьезным, чем вы. Вот. Потому что вы думаете, вы думаете, что вот тот текст, который вы написали, ему может быть помочь. Ну, вот. То есть если он видит в этом проблему, если у него эта проблема, пусть обращается на наш ресурс хотя бы. Мы, мы с огромным удовольствием ему поможем. Вот. Каждый из наших психологов с радостью ему поможет. Вот. Если вы себе в чем-то боитесь признаться, то ничего страшного, ничего страшного. Мы вам, мы вам в этом тоже, тоже готовы помочь. Так что, главное, чтобы вы обращались, главное, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, что, ну, суть проблем. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот, наверное, так можно ответить вам на вопрос. Я понимаю, что, скорее всего, это научка не то, что вы хотели бы услышать, но с точки зрения профессиональной психотерапии ответ вам может быть такой, с соблюдением всех, так сказать, ну, с соблюдением всех возможных последствий, проблем и так далее. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.